Всем привет, друзья, ребята, с вами Юран, и мы продолжаем прохождение Фронт Миссион 3. Предыдущая схватка у нас с вами была реально довольно лютая, это был Ля, Лили, как его там звали, короче, который был главой охраны. Я вам скажу, ребят, это была реально хардкорная схватка. Сначала нам с вами два каких-то супер-мега прислали двоих наёмника Джейн Юань. Джейн Юань. Довольно рядышком мы с вами переместились, но это был хардкор. Лично для меня, я вам скажу честно, но вот я не знаю, просто остался последний наш с вами персонаж, еле живой, Риго. Юран, Кайма устала, давай остановимся. Всё в порядке. Нет, тебе надо отдохнуть. Джейн Юань Ши Цзинь Шань. Смотри, как даже в рифму. Джейн Юань Шинь Цзинь Шань. Хорош, я того и грязи свалюсь. Мы сделаем привал. Эй, там какая-то девушка. Я спрошу её. Прошу прощения. А? Мы повстанцы Хуалянь. Чем я могу вам помочь? Здесь есть поблизости врач? Кто-то заболел? Думаю, она просто переутомилась. Всё нормально, не волнуйся обо мне. Ты неважно выглядишь. Меня уже ноги не держат. Мне не нужны проблемы, извините. Постой. Постой, паровоз. Не стучи ты, бабища. Кондуктор, нажми на тормоза. Мы не доставим проблем. Просто скажи, где тут врач, пожалуйста. Перестань Юранком. Мы должны путывать наши дела гражданских. Извините, юная леди. Ты обещаешь? Слово пацана тебе даю с лещей. Что не навлечёшь беду на наш город, я тебе гарантирую. А ты поможешь нам? Пообещай. Я обещаю. А как тебя? Меня зовут... Алисянь. С нами не будут проблем, Лисянь. Она сказала, а Лисянь, а не Лисянь. Я Юранко Качковский. Рад познакомиться. Следуйте за мной. Там просто не видно его мускулы, я вам скажу, ребят, за его одеждой. А так-то он... Такой уж, как я. Вот мы и пришли. Дом Лисянь. О, уютненько. Ты живёшь одна? Нет, с моим братом Кваном. А что с вашими родителями? Они умерли. Сожалею. Всё нормально, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Да, отдых нам не помешает. Спасибо тебе, Лисянь. Эмма и Юнь могут расположиться здесь. Простите за задержку, ребята. Аналогично. Ты действительно так сильно устала? Спасибо, что позволила остановиться у тебя. Не стоит благодарности. Может, позвать врача? Нет, спасибо, я буду в порядке. Эмма, тебе правда лучше? Чё так громко-то? Вы попутали, что ли? Да, мне просто надо немного полежать. Эй, ты действительно устала? Конечно. Ты что думаешь, я вру? Зато у тебя точно осталась достаточно энергии для пререкания. Я приготовлю поесть. Ага, я хочу суп из бамбуковых ростков. Ладно, хорошо. Ребята, я потом проверю именно этот видос, потому что я подозреваю... Я просто поменял плагин звуковой, поэтому подозреваю, что может быть слишком громко. Бар Джэнь Юань. Так она же должна была похавать, приготовить. Куда вы попёрлись-то? Ребята, останьтесь вы в доме. Не полить его контору, а, кстати говоря, где их ванзеры, мне интересно знать. Завистливый парень. Вы остановились в доме Лисянь? Она готовит для вас, правда? Печарный человек. В этом поселении не жалуют солдат. Само ваше присутствие может навлекать... Накликать беду. Как та катастрофа 8 лет назад. В правительстве полно людей, желавших смерти вице-президента Мину. Ксенофоб. Вы те... А бармоты, что поселились у Лисянь? О, смотри-ка у меня синие волосы. Хороша покраска. Даже не думайте обижать её и брата. Мы кто, по-твоему, психи? Они на самом деле не родня, но по-настоящему крепкая семья. Не родня? Я сейчас об Кванне. Под опекой Лисянь Кван вырос хорошим человеком, так что не доставляйте им неприятностей. Бармен. Добро пожаловать, что угодно. Что угодно. Хоть понимаете, как вам повезло. Наверное, понимаем, как нам повезло. Повезло, повезло. Нам очень повезло, повезло. Да, нам очень классно, ребят, нам повезло. Давайте возвращаемся обратно. Смысл, что мы ходили в этот бар непонятно. Ещё уши зачесались. Что ж такое-то? Не вовремя. А чё у неё там этот... Я не пойму, это у неё телик такой или микроволновка на полкухни. О, вы вернулись. Да. О, у неё и миска на полу стоит, прикинь. Ещё и кошку, походу, кормят. А может сама ест. Пластиковые окна? Это норм. Слушай, они бабки-то здесь, наверное, зарабатывают. Ты очень популярна. Все только о тебе и говорят. Неправда. Трудно наверняка было принять и вырастить Квана. Рёга. Ох. Так вам рассказали. Мы не имели в виду ничего такого. Эм, извини. Всё нормально. Это не то, что стоит скрывать. Квана бросили? Прекрати, Юнь. Но мне любопытно. Это случилось 8 лет назад. Мне тогда было 16. Я собирал травы в горах. Как вдруг услышал оглушительный рёв. А, то есть сейчас 2-4, как и мне, короче. Как оказалось, потерпел крушение частный авиалайнер. Лизер насупился. Ли, что-то не так? Ничего, пожалуйста, продолжай. Это было ужасно. Я хотел спуститься с гор и позвать на помощь, но тут послушал стон. Это был Кван. Да, он лежал под телом женщины, видимо, его матери. А она защитила его. Я сожалею, что тебе пришлось вспоминать об этой ужасной трагедии. Всё нормально. Благодаря ей я обрела брата. Да, ребята. Ну и истории, конечно. Осадно. Похоже, я пришлось нелегко. В отличие от тебя. Верно. Эй, уже поздно, пора спать. Но здесь так интересно. Мне нужно, чтобы вы все выслушали меня. Да, в чём дело? Авиакатастрофа – дело рук сил быстрого реагирования. Что? Я участвовал в этой миссии. Это правда? У нас был приказ атаковать самолёт, на борту которого было высокопоставленное лицо. Высокопоставленное лицо? Это был приказ на устранение. Кто был в самолёте? Мин Хуан Цзю, который был вице-председателем в то время. Кто отдал приказ на устранение? Помощник вице-председателя в то время – Цзэ Бу Ляу. Сейчас он действующий председатель ДХЧ. Это произошло сразу после смерти председателя Бай Тай Лона, верно? Капиталист, Мин и социалист Дзэ боролись за власть в стране. Скорее, враждовали. Так семья Квана была... Все они были убиты. А мы были марионетками Дзэ. Это одно из отвратительных деяний, которые вы, ребята, сотворили. Мне жаль. Что сделано, то сделано. Да, если Кван – сын Мина, то есть возможность свергнуть председателя Дзэ. Почему бы нам не проверить? Ох, ребята-ребята, ну и развязочка же у нас. Вы и ночевать собираетесь в её доме? Вам не кажется, что вы слишком много от неё хотите? Дед, какое дело, слышь? Печальный человек, ненавижу военных, но ещё больше ненавижу политканов. Если бы только Мин был бы всё ещё жив. Председатель Дзэ убил его, подчистив за собой все следы. Хотелось бы верить, что кто-то выжил после крушения. Так выжила? Дочь? Я слышал, вы что-то вынюхиваете об авиакатастрофе, случившейся 8 лет назад. Что вы надеетесь раскрыть? Пытаетесь найти родителей Квана? Лисянь и Кван из кожи вон лезут, чтобы выжить. Если вы разобьёте их семью, я вас никогда не прощу. Дед, какое дело? Чего вы себе представили? Эй, можно мне ещё бутылочку? Будет сделано. Кван, не принесёшь из погреба ещё одну бутылку? Конечно, сэр. А вот и Кван. Да ты настоящий алкоголик. Подрастёшь, сама поймёшь. Нет, спасибо. Постой, слышали, он кого-то назвал Кваном? Думаю, да. Бармен. Да, ещё, ещё Брэнди. Нет, спасибо. Это он, он Кван. Да, он на пусть помогает мне. Замечательный парнишка. Он брат Лисянь, верно? А вы те чужестранцы, что поселились у Лисянь? Ага, можем мы поговорить с Кваном? Конечно. Ты должен быть Кван. Да, а вы кто? Мы гостим у Лисянь. Ясно, приятно познакомиться. Я хотел бы кое о чём тебя спросить. Обо мне? Да, о твоём прошлом. Ты намекаешь на то, что моя сестра не родня? Так ты уже знаешь. Сестра рассказала, когда мне исполнилось 16. Ты помнишь, что с тобой произошло? Нет, ничего не помню. Ты потерял память? Может быть, меня и вправду это не интересует. Неужели ты не хочешь узнать правду? Прошу прощения, но у меня куча дел. Куча дел, которые я на своём турнике вертел. Пожалуйста, передайте Лисянь, что я буду поздно. Хорошо. Скромный парень. Вы просто не понимаете, что ты имеешь в виду. Он старается быть сильным ради своей сестры. Да всё мы прекрасно понимаем. Что паренёк не хочет, чтобы его там загнобили или ещё что-то. Тяжёлые воспоминания. Всё это прекрасно понимаю. У меня лично воспоминания постоянно лезут мне в голову о прошлом. Я вам скажу, ребята, это очень тяжело. Столько мучений я чувствую постоянно. Лисянь, о, вы уже вернулись? Да, мы встретили Квана в баре. Он просил передать, что задержится. Понятно, я же просил его не перенапрягаться. Кван, знаешь, что ты ему не родная сестра? Да, я сказал ему. Он говорил, что потерял память. Возможно, из-за шока после авиакатастрофы. Как много ты знаешь о Кване? Только его полное имя из паспорта. И как же его зовут? Его настоящее имя Кван Мин. И ты понимаешь, что это имя значит? Вы пытаетесь использовать моего брата? Сделать из него инструмент войны? Нет, но мы не можем оставаться в стороне, зная, что он Мин. Ты знала о том, кто мой отец, Лисянь? Кван? Я не заметил, как ты вернулся. Я ведь... А ведь я всё хотел спросить тебя, кто же мои настоящие родители? Что же с ними случилось? Зачем тебе было знать? Я хочу знать правду. Ты мой брат, Кван. Почему? Почему ты не расскажешь мне о моих родителях? Ладно, поступай как хочешь. Мне уже всё равно. Лисянь, постой, Лисянь! Лисянь! Почему она рассердилась? Она боится, что ты бросишь её, если узнаешь правду о своих родителях. Ты представляешь, каково это быть сыном такой высокопоставленной персоны? Вы знаете, что случилось с моими родителями? Пожалуйста, расскажите мне. Хорошо, я расскажу. Но ты должен сам решить, какая тебе предназначена судьба. Я понимаю. И его имя Дзе Бо Ляу. Нынешний председатель Да Хань Джун. Значит, председатель Дзе убил моих родителей. У тебя есть выбор, Кван. Ты можешь тихо, мирно жить дальше вместе с сестрой. Или же продолжить дело своего отца. Но я не знаю. Мы не можем принимать решения за тебя. Лисянь! Всё зависит от тебя. Я должен всё обдумать. Подумаю, как следует сделать выбор, о котором не будешь жалеть. А где Ли? Он последовал за Кваном. Он прямо как Юранг. Да, прямо как я. Всё время за кем-то следую. Всё время за кем-то хожу. Гражу. Что же мне делать? Можно с тобой поговорить? Ты! Послушай меня. Я один из тех, кто убил твоих родителей. Мой отряд сбил самолёт. Что ты теперь обо мне думаешь? Ты убил моих родителей. Верно. Ты смелый человек. Смелый? Если бы ты молчал, никто бы не узнал. Но ты этого не сделал. Ты взял на себя ответственность за то, что ты сделал. Это не так. Я не смельчак. Я не знаю, что делать. Ты сын великого человека. Ещё остальное зависит только от тебя. Только от меня. Вот и всё. Вот и побазарил. Слушай, я думал, будет какой-то конфликт. Я думал, сейчас на него там люди в баре набросятся за такие слова. Оказалось, видишь как? Лисянь, я должен извиниться. За что? Я всё рассказал Квану. Эээ, что? Тебе всё равно пришлось бы это сделать рано или поздно. Но... Ты не доверяешь Квану? Конечно, я доверяю ему. Лисянь! Кван! Я собираюсь продолжить дело моего отца. Ты понимаешь, что говоришь? Думаю, да. Ли, что ты наговорил Квану? Ничего особенного. Вы повстанцы Хуалянь. Верно. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Это твоё решение? Да. Раньше я об этом даже не думал. Но теперь знаю всю правду. Я хочу изменить эту страну. Почему? Почему, Кван? Прости, Лисянь, но я принял решение. Ты для меня самый близкий человек в моей жизни, Кван. Я вернусь, Лисянь, обещаю. Не забывай, что ты мой брат, хорошо? Я никогда этого не забуду. Что будешь делать, Юранк? Возьмём его в Гонжоу, пусть встретится с Хуаном. Он хороший парень. Да, тут не о чем волноваться. Юранка, пожалуйста, позаботься о моём брате. Не переживай ты, баба, не переживай, всё будет хорошо. Но довольно большая громкость, ребят, конечно, я вот вижу. Не поменял, но сейчас уже ничего не поделаешь. Придётся вам дотерпеть эту серию, а потом дальше будет уже нормально. Я подкручу специально. Чуть поменьше. Нормально, слушайте, сколько тут, наверное, километров в тысячу у нас с вами было. Прикинь, так я его делаю, что переходы. Вол. Ник, слышишь, Ник? Свадьба цыганская. Оставил комментарий. Ой, не могу. Сын вице-председатель Амина жив? Рад вас всех видеть. Это отличная новость. Если ты присоединишься к нам, возможно, удастся сбросить Зе. Да, боевой дух определённо поднимется. Ло, пошли сообщения всем нашим отделениям. Скажи ему, что сын вице-председателя Амина жив и здоров. Да, командир. Лисян, я не допущу новой трагедии. Кван, я рад приветствовать тебя в наших рядах. Спасибо, я буду стараться. С кваном мы сможем доказать, что Зе организовал покушение на вице-председателя Мина. Наконец-то мы сможем свергнуть Зе. Ло. С кваном на нашей стороне мы положим к войне конец. Я всё сделал правильно? Это ты должен решить сам. Лисян больше не может тебе ничем помочь. Да, я буду стараться. А мы сделаем всё, чтобы помочь тебе. Спасибо. У твоих людей теперь полно дел. Мы будем собирать информацию самостоятельно. Всё нормально, на это может быть опасно. Я понимаю, но мы не можем ничего предпринять без свежей информации. Я хочу сделать всё возможное. Оператор, командир, есть сообщение от человека по имени Гуань Лэй. Ты сказал Гуань Лэй? Ты знаешь его? Дайте взглянуть. Эй! Гуань Лэй, ты слышишь меня? Это я. Ли? Вовремя. Зачем ты связался с повстанцами, Хуайлянь? Я искал тебя. Меня? Мы можем встретиться, у меня не так много времени. Я буду ждать тебя в два часа в чайном домике в Фашане. Эй, подожди! Он прервал связь. Ты объяснишь, что происходит? Ага, кто он? Он шпион США. И у вас двоих есть какая-то сделка? Нет, но он стревожен. Можно ли ему доверять? Да, я ручаюсь за него. Он сказал в Фашане. Да, я пойду один. Слишком опасно. Всё будет хорошо. Вы, ребят, собирайте информацию. Тогда почему бы нам всем не встретиться в Фашане? Дзинь-сян-чи легко найти. Хорошо, там мы и встретимся. Ли, будь осторожен. Хорошо. Довинули, ребята, попёрли. А у нас опять с вами 19 минут, никак до сих пор нет боя. Мы с вами всё обсуждаем. Тут, конечно, такие лютые проблемы. Много чего выясняется, ребят. До этого я никогда не читал здесь ничего совершенно. И, разумеется, по этой причине, когда вы ничего не читаете, проходя какую-то определённую игру. Так же у вас бывает, что теряется сюжет. В данном случае, если мы с вами сейчас бы ничего не читали, у нас бы сюжет просто бы терялся. Есть, конечно, варианты, где не обязательно что-то либо читать, но это не тот случай. Гуань Ли, давно не виделись ли? Это точно. Извини, что без предупреждения. Всё нормально. Ты совсем не изменился. Спасибо. Жань Фон, привет. Ты забыл? Это Жань Фон. Здрасте, мистер Ли. Ты так выросла. Она была совсем крохой, когда ты последний раз видел её. Ты пришёл сюда не для того, чтобы показать свою дочь, не так ли? Верно, пойдём со мной. Да. Жань Фон, пойдёшь... Так, подождёшь здесь, пока я поговорю с Ли? Конечно, пап. Иии, такая няшка. Маленькая такая. Иии, няшка-улыбашка. Это да, японка. О, видно уж по внешности японка. Япошка. Аллея Фошань, что ты хочешь? Это был просчёт. Снова. Ты знаешь, я работаю в качестве шпиона для США. Последний раз я видел тебя... Ты скрывался в деревне из-за просчёта. Да, ты спас меня. Что ты натворил в этот раз? Я попался на кражу секретных материалов у военных ДХЧ. Что ты собираешься делать? Я не планировал втягивать тебя в неприятности. Ты это уже сделал, сказав мне об этом. Ага, верно. Итак, прости, я хотел попросить тебя защитить мою дочь. Просто в качестве меры предосторожности. Ладно. Интересно, я на самом деле не хочу на себя лично сам брать ответственность детей. Жань фон... Папа опаздывает! Всё порядка, нет? Конечно, я сделаю это. Спасибо, ты всегда спасал меня. Не переживай слишком сильно. Я знал, что могу положиться на тебя. Гуань Лэй! Гра... Кто здесь, агент ДХЧ? Ты взял его? Я подстрелил его, найди девчонку. Стой! Ли! Гуань Лэй, не говори. Моя дочь, защити мою дочь. Гуань Лэй. Я никому не позволю пальцем прикоснуться к Шань Фон. А где наши-то, челики? Шань Фон! где мой папа бежим скорее но моего папа здесь нет они там взять и их давай выйдем обратно по постой гуанилай умер что твой отец погиб но он только что было здесь празднуем о день рождения не еще день рождения гуанлай просил меня защитить тебя почему как это произошло лучше побеспокоиться о побеге постой скорее хочешь умереть мы побежим к месту встречи ох ребята прям какой-то реально лютый напряг происходит один сянчи день сянчи нам нужно с вами сохраниться ребят 22 минуты серия потому что получается прям как раз перед боем надо сохранку сделать но я думаю нас не получится а скорее сейчас будет бой я по крайней мере подозреваю хотя нет еще пока что ничего нету а хотя нет уже есть же есть же шипиши съесть же есть кто-нибудь слышит меня ли что такое что случилось у нас проблемы не приближайся к джинчанчи постой что ты хочешь этим сказать солдаты фарша фарша не опасно возвращайтесь гунжу ли где-то ты джинчанчи конец связи уов шань фон твой отец был великим человеком почему почему отец должен был умереть ты знаешь какая работа была у твоего отца я знаю но я все еще не верю в это а по смотри какие то в этих таких плащах в черных нквд штики как будто приперлись они здесь кто они я объясню если мы выживем пойдем со мной бежали-побежали-побежали-побежали два-ва-ва-ва давай подруга шпионы они быстрее быстро бегают я верю на не побежали туда смотри все вокруг похоже у вас проблема могу я помочь опа улун не лезь здесь не свое дело вы что совсем свихнулись пилотируете ванзеры в городе да а разве не вы запрашивали эскорт ваша задача бороться с хуалянь несете свой нос и свои несуте свой нос и свое дело занимайтесь тем чем вам говорят кто назначил тебя главным забудь ребека они сказали что сами позаботиться о нем мы постоим в стороне и понаблюдаем но а вот когда они облажаются на 115 ряд улун мистер ли хочу вы стоите на месяце бегите дальше они же с забором сейчас прибегут к вам не волнуйся оставайся внутри я защищу тебя без без ванзера в одиночку ты прикалываешься что ли ой ребята ну вы веселая вперед говорите показывать рукой плащах я вижу их оу на на мимо ух я сам с ними не справлюсь может мне выступить в качестве приманки чтобы шайнфон смогла убежать эй ли ты еще жив извини что заставил ждать я уже иду кто это юранка я же вроде сказал тебе не приближаться к тензянчи да мало ли что ты сказал мы твои друзья забыл что ли не мог же так просто стоять и смотреть как убивают друга ты слишком добрый подкрепление рудольф это они вижу должно быть это судьба рыбака на этот раз там никто не помешает покажи им принято ох ребята ну сейчас вы отведаете 26 минут правда честно говоря это вообще люто те наши сделаем давай с тобою давай сохранимся и как раз бой будет у нас в следующей серии я прям сейчас как а еще одного ставить смысле до трех игроков вы не попутали ничего нет когда муж это уберем бабу давайте короче заселюсь ребят за громкость подотбавлю как раз следующей серии мы с вами продолжим сейчас как раз здесь заселюсь ребятушки его прям следующей серии сразу же с этого момента мы наступ начнем с вами хотя нет значит сделаем лучше значит делаем лучше мы с тобой останемся здесь а почему их трое челиков давай лучше до тобой доделаем потому что нам потом все сбросится так а где наши бабище маленькая малолетка не вижу что-то я ее так вот и снайпер кого это ракетница ребята близко нельзя стоять нам ну-ка баба ба 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 хорош хорош так сейчас мы накроем медным тазом хорош а это можно здесь поставить нормас хорош смотри сейчас моё бах хорош бам так от кит пирамиды мы куда пришли то вообще кстати говоря так нам бы ребята сматываться отсюда давайте отсюда делать ноги здесь целая толпа народу сейчас 4 опрокидывающий в стрел опа отдыхай братан нокаут сейчас мы подойдем к нашим подруженцы поближе не подал подойдем вот сюда и будем весело проводить время так этого сюда ну-ка бабища так я и знал все как всегда опа опа плохая идея и своего как раз хорош ребятушки валим сматываемся нам пора бы отсюда делать ноги давай сюда подойдем поближе сюда вот ты зря бабища со мной вообще связалась тебе скажу я тоже как говорится не не пальцем деланы слышишь ты вот и все минус баба теперь давайте другой мандер накрывать я выхожу из дела простите прощаем что уже это было быстро грэг плевать для меня это слишком эй мы можем убить их всех верно успокойтесь вы двое пока не покалечитесь хатаре это чё бабка что ли какая то чё у неё на голове по полотенцем обмотанной сморит с кольцами реально какая-то бабка старая слушай хатаре ребека была ранена будьте осторожны я понял тебя босс я уже всех прикрыл эмилия говорит я уже всех прикрыл рудольф эти двое безнадёжные а сендер адрес форума получен опа чуть бомбанула ребят вы чё прикалываетесь не надо меня нападать так этому надо короче бежать вот сюда вот это наверно вокруг обходить тех челиков даже бесполезно что трогать не хочу я с ними связываться честно вот так вот мы сюда знаешь и сюда зайдем давай и накроем его пока он здесь как раз отдыхает у нас хорош лосины ну-ка получай не догонит меня ты уверен братан по-моему ты не на того замахиваешься тебе не кажется нет ну это конечно его дело это было больно пока какой борьсь все я понял кстати заборство. О-о-о! Братва-плутва. Они просто думают, что они крутые. На самом деле они лишь так думают, ребята. Что таковым не является. 400 поддамаг. Это люто. Смотри, какой нига. Йоу, нига! Сейчас мы его порешаем. Ну-ка! Ну-ка, нига, встаньте в ряд, встаньте в ряд, встаньте в ряд. Он не нига, он бурят, он бурят, он бурят. Нормально. Давай, смотри как. Бах! Опять не та рука. Да что ж такое-то? Опять не та рука. Заслон. Стреляй. Молодец. Попал. Поздравляю. Это напрасно, братан. Ты не понимаешь, с кем ты связался. Но зато ты попал. Ты красавчик. Мои поздравления. Я не думаю, что если... Что если он помрет, то мы проиграем. Это маловероятно. Он здесь просто не основной персонаж получается. И вы говорили, что ваш браток ни о чем. Так я могу вам сказать то же самое и про вас, ребята. Норм. Оглушающий удар. Не, это не норм. Хотя бы по ногам. Сжалился. О нет. Было больно. Как же вы меня достали. Сейчас давай, короче, сначала этого тогда разнесем. Хату. Крыту хатку ему. Прям надо ручища его загребущая. Снести. Вообще надо было сюда от него отъехать. Потому что я чувствую сейчас... Меня будут постоянно закидывать ракетами, которые надо... Да хорош, ты как же ты достал-то. Вас и так трое. Ты еще и косишь здесь. Косой. Ну-ка. Хорош. Как вы надоели мне, а? Не, я думаю, ничего не будет. Все, но все равно выживет. Чу-гдо. Чун-гдо. Опрокидывающий высрал. Высрал. Бах! Нокаут, бабулька. Как мы ее, а, видал? Да что ты себе позволяешь? Ты же по своим бьешь. Дуралей. Было больно. Хотя вроде, слушай. Хотя вроде нормально. Вроде не... Так, у этого, короче, это безрукий хендс-фри остался. Давай вот этого гасить. Короче, надо бабку нам в саме... Хорош! Минус бабка. Поехали дальше. Пошла жара. Пускай стреляет прям в упор. Давай, рискни. Чем-то на Бибера он в молодости похож. Хотя Бибер уже сейчас не старый, но... Так. Ну что, братцы, молдаванцы. Хорош! 93, короче. Последний выстрел в него, и все. Чисто залп. Либо с дробовика, либо с этого... С автомата. С травмата автомата. Мимо! Бабах! Последний, хотя бы с автомата, если мы по нему. Он сразу без рук останется. Ребят, если мы сейчас проиграем игру за того, что мы его челиком унесут, то я даже не знаю, что я буду делать. Но тебе бы не мешало бы отдохнуть. Не сдается, посмотри! Бесстрашный. Сейчас как раз по своим. Давай! Хорош! Молодец! Идеально. Так, а что нам надо-то было? Так. Так, у этого осталось... Ага. Ладно, хорошо, тогда смотри. Опрокидывающий выстрел. Сносим левую и правую руку, и ноги ему. Нет, ноги остались. А, последний ему остался выстрел, он еще живой. Ладно, хорошо, окей. Минус один. Да выпендривался. Хе-хе-хе-хе, я запомнил тебя, убью тебя в следующий раз. В следующий раз не будет, братан, успокойся. Ну-ка! Навык плюс два! Хорош! Вот теперь... А, теперь он, короче, не отдохнет. Видимо, в нокаут мы его убрали. Хотя нет, отдохнет. Просто ему повезло. Отдыхай. Все, наш его, короче, Ли сейчас загасит, по-моему, просто. А может быть, нет. Но это не точно. Да, они реально четкие, ребята. Лютые, меткие. Так, куда нам встать-то? А мы не сможем добежать, мы не догоним. А, и надо было по этим палить. Хотя они все равно уже ни о чем. У них что, ничего нету? У них ничего нету. Все, они без рук остались все. Ладно, давайте с этим разбираться. Все, хорош. Еще и ноги ему подрихтовали. Давай по теликам гасить. Издалека будем. Учиться тренироваться, короче. По вот этому давай, ну-ка. Навык плюс два. Хорош. Пять хп оставили. С теми здесь процентов. Ну, короче, все, загасили нашего Ли. Как могли, ребят, мы его спасали. Уж простите. Да, на этом, видишь, миссия не закончилась. Так все нормально. Самое главное, чтобы бабища была там в порядке. Наша малолеточка. Все остальное уже, как говорится, пустяки жизни. Давай. Вот этого до конца добьем. Хорош. Давай, Нига. Йоу, Нига. Where is my книга? Вы довольно хорошие. Блэйд это был. Он просто похож был на Блэйда. Борец с вампирами. Что он, правда, делает у нас непонятно. Миссион фронт 3. Блин, что это делать? Сожалею, я побежден. Так, что-то получено, наверное, с какого-то форма опять было у нас с вами. Пускай рискнут с пистолета стрелять. Даже не с винтовки, а с пистолетов. Ну. Реально лютые, рискованные ребята. Красавчик. Ты пытался. Минус агент. Давайте дальше. Так, знаешь, что мы сделаем? Короче, мы с тобой давай по вот этому. Мимо. Хорош. С пуликом мы с тобой на вот этого наедем. Нормально. А вот этим мы тогда добьём вот этого нашего с вами. Кого? Бабку? Бабку? На, бабка. Давай, на пенсию пора тебе. А ты здесь с нами непонятно... Зачем борешься? О, 26. Ха, неплохо. Так, чонг-до. Бах! Норм. И последний. Защита, один. Норм. Вот и всё, ребяточки, мы с вами справились. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Я прошу прощения, что у нас получилась такая довольно долгая серия, ребят, но это от меня независимые обстоятельства. Так что, скоро увидимся, не переключайтесь, огромное спасибо за внимание. Этап пройден. Мы с вами молодцы. А я думал, конечно, мы не справимся, но... 101%... Как это, даже больше сотки, оказывается, можно набирать, ребят. Это просто круть. Просто класс. Но музыка весьма расстроенная. Жан Фон! Где ты? Жан Фон! Ты живая, эй! Подруга моя малолетняя. Ты в порядке, Жан Фон? Уходи! Прости, я не смог защитить твоего отца. Отец всегда говорил. Что бы ни случилось со мной, всегда будь сильной и счастливой. Понимаю. Уважаю. Я не приняла... Не принимала его всерьез, смеялась, никогда не думала, что он на самом деле умрет. Да. Смерть родителей, это действительно горе. Для всех, ребята. Совершенно. Без разницы какой-то человек, но... Для огромного количества людей это горе. Очень большое. Увидимся мы с вами в следующей серии. Поэтому на этом всё. Пока что не переключайтесь. До новых встреч. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч ещё раз. Будет много ещё крутого, не менее интересного. Зайдите на каналчик и оцените и зацените. Надеюсь, вам понравится мой контент. Так что... Пока-пока, ребятушки. Не переключайтесь. И пока-пока. Сэмблошью ранг.